Вы знаете, несколько вопросов, связанных с Су-25. Вот первый, зачитая от газеты Яровонг, интересуется. Су-25 впервые поднялись в воздух в 1975 году. Не слишком ли они устали, чтобы их еще и модернизировать? Ну, давайте сразу отвечу на этот вопрос. Нужно вспомнить операцию российских ВКС в Сирии. В Сирии основная боевая работа по уничтожению наземных сил вот этих вот бандформирований легла на плечи самолетам Су-24 и Су-25. Это так называемые старички. Но эти самолеты, когда их создавали, были сделаны с тем условием, что можно было проводить модернизацию. И в Сирии участвовала последняя модернизация Су-25, это Су-25СМ-3, которая была доработана до условий современного боя. То есть, что там было поставлено? Там, значит, было поставлено два прицельно-навигационных комплекса СВП-24-25 и СОЛТ, это комплекс оптико-лазерно-тепловизорный, которые позволяли штурмовику очень эффективно и высокоточно укладывать все средства вооружения, которые он берет на борт, как управляемые, так и неуправляемые. Помимо этого, для того, чтобы защитить штурмовик во время атаки его по наземным целям, применяется комплекс РЭП бортовой, называется он «Витебск». Значит, этот комплекс разработан с тем условием, что он может отвезти от самолета все существующие известные ракеты, переносных зенитных ракетных комплексов и зенитно-управляемые известные зенитно-ракетные комплексы наших, скажем так, зарубежных оппонентов. То есть, вот комплекс позволяет штурмовику, несмотря на то, что все говорят, якобы он устоял, до сих пор быть в строю и эффективно выполнять свою боевую задачу. Если мы посмотрим, сколько же в процентном отношении боевых вылетов пришлось на самолет Су-25, я вам скажу, он сделал более половины объема боевых вылетов, которые сделала российская авиация во время боевых операций в Сирии. Надо отметить, наверное, еще особенно на начальном этапе боевых действий, поскольку это было эффективно. Он малоразмерный сам по себе, да, более вверткий, как мы говорим, и у земли работает наиболее эффективно, чем по сравнению, допустим, с Су-24. Мне Су-24 известен не просто по словам или там по документам, мне приходилось и летать самому, и переучивать людей, и командовать полком в свое время, переучивали на этот самолет. И скажу, что действительно, последняя версия М-овская была там использована наиболее, наверное, эффективно, поскольку система М-овская, это малогабаритная система инерциальная, которая позволяет управлять этим самолетом, навигацию вести, прицеливаться, да, независимо от работы радиотехнических средств и оборудования наземного, которое есть на аэродромах, там, на полигонах и так далее. А здесь он самостоятельно выполняет эти полеты, это раз. И, во-вторых, с высокой степенью коррекции. Коррекцию брали не только по визуальным целям, там, по объектам, как у него было, по программам даже, но и еще использовали достаточно широко, как и на Су-25, это систему ГЛОНАСС. Сейчас на Су-25СМ-3 стоит система ГЛОНАСС. И вот она дает возможность так скорректировать работу системы наведения, прицеливания и активизировать ее, что американцы, например, подумали вначале, что мы в первый период ведения боевых действий в Сирии работали только высокоточным оружием. Ну, это благодаря вот этому комплексу СВП-24-25, который связан с ГЛОНАСС, который обычные авиационные бомбы превращают в высокоточное оружие. Да, того же, той же марки М-62. Это, значит, с 1962 года выпуска практически эти были бомбы, ракеты, да, которые ложились в цель в пределах 30-25 метров, не более того. А это прерогатива была управляемых средств поражения. А они очень дорогие. Это ракеты, воздух, поверхность, например, да, с самолета пускаются. И корректируют на авиационные бомбы. Они потому что... Или корректируют на авиационные бомбы. Это лазерного управления, это радиотехнического, это оптикоэлектронного управления. То есть сидит на прицеле, так работают люди, экипаж, штурман, летчик, да. И такой же примерно маленький прицел, миниатюрный, находится на самом боеприпасе. Он уточняет потом район целей, почему такие были эффекты. Это дорогого стоит. Но мы пошли по другому пути. Мы саму систему заставили самолетной навигации работать с такой точностью, которая необходима для того, чтобы бросать самые дешевые, свободно падающие авиационные бомбы. Или стрелять неуправляемыми реактивными снарядами. А эффект получать тот же. Вы понимаете? Мы убили два зайца. Так вот, и в этой системе модернизации предстоящих самолетов Су-25 в Армении, я думаю, что будут заложены именно эти решения. И они не столько дорого стоят по отношению к тому, чтобы закупать совершенно новую боевую технику. А вот элемент модернизации в этом случае играет большую роль. Это цена и качество. Вы понимаете? Одновременно. Достаточно низкие цены и достаточно высокое качество боевой эффективности, получаемых потом. Систем уже. Это не просто самолет. Это система. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова